Новое видео выходит каждый день в 20.00 Так, ребят, вот сейчас в начале не будет что-то по типу, там, вот я скажу что-то такое, а потом я скажу, у Брулева всё равно хуже. Нет, нет, сегодня у нас важнейшее событие, вот важнейшее, вот самое-самое главное событие. Дело в том, что недели, или сколько там, две-три недели вот этих вот качественных видеороликов, качественного контента, вот, то есть не сам, вернее, наоборот, говно контента, потому что самп-нюста это качественный контент, а вот то, что там вот эти вот разговорные ролики все, это полнейшее говно, я размышляю на какие-то самповские темы, в общем, говно полное. Поэтому давайте вот сегодня у нас будет такой вот качественный видеоролик для качественных парней, для качественных людей, для того, чтобы мы прям всё это видели, смотрели и вот понимали. Но, знаете, что самое главное? У Брулёва-то будет всё равно хуже! Ой, извиняюсь. Хуяры! Также этот селенький полный хочет добить к лету 23 подписчиков. Пододал, гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садись. Вот, ну, ваше большинство зрителей, вот, хуй, население YouTube это нравится. Ты будешь моей... Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... И так как я пропустил большое количество дайджестов, пока отдыхал, я сейчас не буду их вам перечитывать, там, ещё что-то делать. Потому что, ну, это просто не имеет вот никакого смысла, абсолютно. То есть, если вы захотите, сможете сами почитать. Просто дело в том, что новости в тех дайджестах, они, ну, банально устарели. И зачитывать тех это уже не имеет какого-то особого смысла. Да, в данный видеоролик я мог бы вставить все дайджесты, которые я пропустил, но ролик бы получился, там, минут на 40, на 50, на 30 минут, на час. А это же не сам по обзору сезон 2, который... Премьера которого будет 1 сентября 2019 года в 20.00 по московскому времени. Ну, или 11 сентября в то же самое время. Нет, это абсолютно не то. Поэтому давайте уже перейдём, вот, наконец-таки, ближе к делу. Дайджест за 31 июля. Так будет выглядеть лаунчер на Beverly Project. Ебать, а они чё, ещё живы? Или это, по-моему, какой-то другой проект закрывался? Я чё-то не особо помню. Да и мне, в общем-то, и похуй. Тут уже видны некоторые детали. Например, место для двух серверов и отдельная кнопка под YouTube-канал. Сам лаунчер предназначен в первую очередь для скачки GTA и MTA, наличие которых необходимо при игре на проекте. Ну, я думаю, что лаунчер это замечательно. Хотя, нихуя это, блядь, не замечательно. Намного лучше было бы, если бы, сука, все сервера, вот, всё, что есть в GTA-сампе, было в лаунчере GTA-сампа. А тут вот сейчас получается, что я должен устанавливать лаунчер на лаунчер на лаунчер, цепь на цепь на цепь, блядь, лаунчер на лаунчер, блядь. Чуваки, ну вы чё, вы серьёзно, блядь, это не серьёзно, 2019 год, везде, во всех вещах минимализм. Почему тут я должен устанавливать миллиард лаунчеров, ну нахуя, просто для того, чтобы вы выделились такие, типа, а, у нас есть свой лаунчер. Да всем похуй, чуваки, ну серьёзно, кому не похуй. Fury Stories, я, как и вы, наверное, слышу об этом первый, или второй, или третий раз, но всё равно этот проект, он как-то не особо на слуху, однако ладно. Спустя 4,5 месяца команда проекта Fury Stories, наконец, появилась на публике, особо чего полезного не сказали, за исключением того, что сайт уже готов. Однако теперь мы хоть знаем, что проект не брошен. Да, в принципе, нам было абсолютно неинтересно, там, брошен проект, не брошен, это абсолютно без разницы, потому что, ну, кому интересен Fury Stories, ну серьёзно, типа, кому? Потому что, ну, вы знаете, вот дальше тут редактор пишет, напомню, что Fury Stories проект с ЮЦП регистрации, на который сообщество ролевиков возлагает надежды. Ну, блядь, это сообщество ролевиков, оно, блядь, на всё возлагает надежды, и по итогу, вот, что American History, там, закрывается, ещё что-то с ним происходит, что ещё какие-нибудь сервера. Ну, я не знаю, вот эти вот ролевики, они на любой, понимаете ли, проект, вот этот вот ролеплей с ЮЦП, они возлагают какие-то надежды, но по факту получается, что, ну, какое-то, ну, полнейшее говно. Но я не знаю, кто на этом может играть, и кому это вообще может быть надо. ГХВ Проджект. Всё-таки проект решили перезагрузить, эдак месяца два назад. По их словам, они тайно готовились к этому, и с самого главного, всё начнётся с нуля. Мод тоже будет новым. Ну, это классно, это замечательно, что проект, вот, ГХВ Проджект, там, на котором можно работать дальнобойщиком, что он не стоит на месте и хочет делать что-то новое, потому что в последнее время у них онлайн дико падал, и сейчас было бы неплохо, если бы они вот как-то всё это восполнили, весь этот пробел, весь этот этап. Хотя я не знаю, зачем переписывать мод, его можно же просто усовершенствовать. Ну, для меня это, как и, наверное, для вас, навсегда останется загадкой. Зачем? Наверное, это просто такого для красного словца. На самом деле, нихуя переписывать они не будут, потому что, ну, это полнейший геморрой, и это не стоит своих усилий, там, на каких-нибудь из скриптеров, там, и прочих. Хотя, возможно, что основатели и куратор проекта это и есть разработчик, и скриптеры на заказ, и ничего не заказ. Ну, просто вот, всё равно время, потраченное время, которое можно было бы потратить не на переписывание мода, а на какие-то новые, вот, нормальные обновления. Однако, ладно. Stage Reborn. Ещё одни ребята решили возродить Stage. Чё, блять? Ведь Stage выкупила Arizona Games, вот эта вот компания. Поэтому, ну, типа, какой смысл возрождать Stage, если он так или иначе возродится просто под руководством Аризоны? Потому что они купили, я уверен, они либо продадут его, и Stage откроется, либо они сделают с этим что-то хорошо, и, типа, Stage будет жить. Но, так или иначе, типа, я не знаю, чуваки. Мод будет старым, как, видимо, и оформление. Как они заявляют, ими был куплен мод и домен Stage за 3000 рублей в сумме. Насчёт реакции Arizona Games, владелец Stage Roleplay, они отвечают просто. Нахуй пойдут, что они нам скажут? Ну, как-то я даже не знаю, ну, типа, реально, они нахуй пойдут. Ну, а кому они, блять, нужны, типа, перезапускать Stage со старым модом? Вот это вот всё там не адаптировано под реалии 2019 года, под реалии рынка. Ничего не адаптировано, всё старое, всё хуёвое, всё, блять, какое-то несуразное. Зачем? Нахуя это делать, блять? Просто помогли бы лучше Arizona Games, там, и прочим чувакам перезапустить как-то нормально Stage, там, помочь им с разработкой Stage и прочим. Но они занимаются какой-то хуйнёй. Зачем? Мне вот это вот непонятно. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Здесь могла быть ваша реклама, и в начале ролика могла быть реклама, и ролик мог быть вашей рекламой. Вот, если что, можете писать, заказывать, ещё что-то делать, вот. Я, в принципе, не знаю. Да мне, в общем-то, и не важно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.